МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта женщина всегда знала, что будет женой великого человека. Она легко покоряла лучших поэтов и художников своего времени, но без жалости покидала их. Гала – это воплощение музы, воплощение творчества, через которое поступает именно женская красота. Раздаваясь с ней, мужчины теряли не только любимую женщину, но и талант. Дон Дали Куси, почтенный каталонский нотариус, был встревожен непонятным поведением сына художника. В письмах к отцу Сальвадор теперь говорил только о своей любовнице со странным именем Гала. Что касается семьи и отца Сальвадора Дали, который сыграл очень большую роль и в его жизни, в его становлении как художника, и сестру. А мать Сальвадора Дали умерла рано, в 1921 году, когда он еще был юношей. Это для него было тоже такой психологической травмой. Так вот, семья Сальвадора Дали не принимала Галу. Дали старший проделал утомительный путь из Мадрида в порт Легат, чтобы лично поговорить с сыном. Но Сальвадор даже не соизволил встретить отца, а безмятежно спал в мастерской, несмотря на то, что Дон Куси предупредил его о своем приезде. Нотариус был зол на сына, но любопытство взяло верх. Он хотел во что бы то ни стало увидеть загадочную Галу. Сомнений быть не могло. Вся мастерская была увешана портретами только одной женщины. Но стоило Дону Куси поднять набросок очередного портрета Галы, как художник тут же проснулся, будто почувствовал, что к его музе прикасается посторонний. Он вырвал у отца рисунок, и в ответ на требование бросить эту сомнительную особу произнес только одну фразу. «Я скорее расстанусь с семьей, чем с Галой». В своих мемуарах он много пишет и о том, чем для него была Гала. Он рассказывает о том, как они встретились. Рассказывает о том, что он, по его мнению, страдал какими-то такими психическими особенностями. И в области интимной жизни у него были свои трудности, от которых его и излечила Гала. И вот общение с ней стало для него спасением от безумия, как он считал. Больше Сальвадор уже не слушал отца. Он в гневе раскрыл дверь мастерской и выгнал Дали-старшего из своего дома. Сальвадор Дали всегда был преданным сыном. Именно отец помог ему стать художником. Дали-старший даже организовал в своем доме первую выставку работ Сальвадора. Отец Дали неоднократно старался сделать и даже запрещал им жить рядом, поблизости. Ну, потому что считал, что это его компрометирует. И считал, что, конечно, влияние Гала на Сальвадора Дали это скорее отрицательное. Он бы, видимо, конечно, хотел своему сыну, чтобы это была какая-то более, ну, в таких буржуазных, что ли, традициях, более добропорядочная. Женщина. Иногда даже ее они называли или предполагали, что то ли она морфинистка, или употребляет какие-то другие наркотики, поскольку она такая необычная. Дали был не единственным человеком, судьбу которого изменила встреча с Галой. У этой женщины была поразительная способность влиять на всех, кто оказывался рядом с ней. К моменту знакомства с Сальвадором она уже успела сыграть роковую роль в жизни французского поэта Поля Элюара и художника из Германии Макса Эрнста. Она была Еленой Дмитриевной Дьяконовой в девичестве, ну, потом вот выйдя за Элюара, значит, она сменила имя. В 17 лет Елена познакомилась с молодым поэтом Юрием Смиржицким, которому критики предсказывали большую славу. У меня есть небольшой опус именно о его поисках Бога. Эти бесконечные разговоры о жизни и смерти, твои очертания плеч, мой хриплый голос. Знаешь, чем дальше, тем беспредметнее, тем белее становится волос. Знаешь, чем дальше, тем больше хочется и. Наших встреч с тобой недостаточно для того, чтобы полностью ощутить невыносимую легкость твоего бытия. Знаешь, я не то чтобы рядом, но с тобой хотел бы быть, и поэтому я со всех ног на почту несусь, отправлять тебе письма, адреса поднебесная, Бог. Девушка решила, что сумеет сделать из начинающего литератора настоящего гения. Однако пока что ее избранник был далек от успеха. Журналы не спешили публиковать его произведения. Своим появлением Елена нарушила сонную атмосферу редакции литературного журнала. Девушка знала, что ее обаяние способно творить чудеса. Не обращая внимания на очередь, которая выстроилась в приемной главного редактора, Елена открыла дверь и без стука вошла в кабинет. Редактор, пожилой, усталый и равнодушный ко всему человек, беседовал с очередным просителем. Елена прекрасно понимала, что одного только обаяния мало. Собеседник должен запомнить встречу с ней навсегда. Я считаю, что тут следует говорить не об обаянии, харизме, а о ее энергетике. Вот я ее воспринимаю именно как сгусток чрезвычайной яркой энергии. И даже некоторые астрологи, которые исследовали ее гороскоп, расположение ее планет, говорили о том, что мужчины в ней не видели женщину как таковую, ее внешность, ее прекрасную фигуру, которую и поэт Илюар, и художник Дали воспевали на протяжении всего своего творчества. Это, скорее всего, ее энергетика потрясающая. Она притягивала к себе. И с этим, наверное, невозможно было бороться. Потому что, когда мы смотрим фотографии, она ничего особенного из себя не представляла. Тем не менее, была одиозной фигурой. Очарованный смелостью и обаянием Елены, редактор согласился напечатать стихи Смиржицкого. И тут же предложил ей покататься вечером в экипаже по московским бульварам. Елена согласилась. И во время прогулки сумела уговорить своего нового знакомого представить Юрия литературной общественности Москвы. В ее взгляде, в ее взоре действительно что-то было такое магнетическое, притягательное, что-то такое, что позволяло ей подчинять своей сильной воле многих людей. Может быть, у нее были какие-то не только еще русские крови, может быть, даже цыганские, еврейские. Есть на эту тему какие-то сведения. Но вот такие были у нее темные, проникающие в собеседника глаза. Елена с детства мечтала о славе. Однако, став немного старше, она обнаружила, что не обладает никакими особенными талантами. Ей не давалось ни учеба в гимназии, ни музыкальные занятия, ни пение. С детства Елене снился необычный сон. Она, одетая в длинное роскошное платье, стоит на сцене рядом с каким-то мужчиной. Чьи-то руки передают ее спутнику статуэтку. Он кланяется, подходит к микрофону и говорит, что за все успехи должен благодарить одного человека – свою жену. С этими словами он целует Елену, берет ее на руки и уносит со сцены. Юрий не оправдает надежд Елены. Поэт так и не поймет, что успехом он обязан только своей любовнице. Елена расстанется с ним, и Смержицкий потеряет все. Елена Дьяконова всегда стремилась к известности и славе. Ее любовники знали, что она может разжечь вдохновение в любом и превратить своего избранника в гения. Но мужчины не догадывались, что, расставаясь с человеком, Елена забирает и его талант. Неудачный роман не заставил ее отказаться от своей мечты. Девушка решила найти другого гения и, несмотря ни на что, добиться славы и известности. Подбирая себе новое имя, она вспомнила миф о Галатее – прекрасной статуе, созданной и оживленной древнегреческим скульптором Пигмалионом. Уверенная, что новое имя поможет ей найти гения, рядом с которым она добьется всемирной славы, Елена стала представляться всем как Гала. В это же время, в сотнях километрах от Москвы, маленький мальчик по имени Сальвадор приехал на каникулы в Грецию и гулял с родителями по Музею античного искусства в Афинах. Там он впервые услышал от отца легенду о Пигмалионе и Галатее. Пораженный рассказом о том, как скульптору удалось создать женщину совершенной красоты и вдохнуть в нее жизнь, мальчик решил нарисовать свою Галатею. Вскоре в его альбоме появился портрет женщины. Хотя Сальвадор был еще совсем маленьким, рисунок был так хорош, что родители подарили ему мольберт и наняли для мальчика учителя живописи. Хотя портрет, созданный маленьким Сальвадором, так и не ожил, много лет спустя художник увидел женщину, как две капли воды, похожую на его детский рисунок. Это была Гала, которой пришлось объехать половину Европы, чтобы найти своего гения. Сальвадор Дали, особенно когда вступает на это поприще, нуждается в каком-то практическом человеке, который будет продавать его картины, договариваться о выставках, о каталогах, вести вот эту достаточно сложную работу. Убеждать в том, что этот художник гениален, талантлив, что надо ему заказывать какие-то картины, и что нужно за них платить вот именно такие деньги, это огромная работа. И если кто-то берет на себя такие заботы для художника, то для него это бывает большим благом. Гала решила начать новую жизнь с мести. В один день все московские издатели получили письма, в которых поэт Смиржицкий обвинялся в плагиате. Отношения с Полем Улюаром, я думаю, что так же, как со всеми мужчинами в ее жизни, были такими, какими хотела их видеть она прежде всего. Женщина, подчинявшая себе мужчин своей внутренней энергией, ведь Гала, она не отличалась какой-то внешней красотой. Она, возможно, не отличалась какими-то творческими талантами. Она не отличалась завидной эрудицией. Да, она была, безусловно, грамотна и воспитана в должных условиях. Но прежде всего, это ее внутренняя женственность. Потрясающая женственность. И как настоящая женщина пронесла потрясающее отношение с своим супругом, видите, до конца его дней. Это ли не показатель того, какую роль она в жизни своих мужчин играла? Я считаю, что отношения супругов Поле, Люар и Гал нельзя оценивать с точки зрения обывателей, простых нас, смертных, потому что это своего рода другой уровень отношений. Этим вечером Поль и Гала договорились вместе ехать на костюмированный бал. Поль, переодевшись в костюм Пьеро, ждал возлюбленную в своем номере. Но Гала опаздывала. Элюар не находил себе места. Уверенный, что его подруга проводит вечер с другим, Поль впал в отчаяние. Он распахнул окно и громко закричал на весь двор. Гала, я люблю тебя! Но ответом ему была только тишина. Элюар подумал, что поэзия не поможет ему завоевать сердце той женщины, без которой он не представлял своей жизни. А зачем тогда все его стихи? Если они не нужны Гале, то они не нужны никому. Поэт решил, что сожжет все, что написал. Но судьба была против. В комнату без стука вошла Гала, одетая к маскараду. Элюар попытался убрать со стола черновики, однако женщина отобрала у него лист со стихотворением и начала читать. Когда она подняла глаза, Элюар впервые в жизни увидел во взгляде подруги неподдельный интерес. В те времена все-таки довольно пуританский Элюар ходил с фотографией своей обнаженной жены, показывал фотографию Галы своим друзьям и хвастался ей. То есть можно же было по-разному к этому отнестись. Через несколько месяцев Гала почувствовала себя лучше, и врачи сообщили ей, что она может вернуться домой. Перед разлукой Поль сделал Гале предложение, на которое она ответила согласием. Кстати, у Поли Элюара и Галы была дочь. Я, честно говоря, не знаю ее дальнейшей судьбы, но известно, что Гала никаких материнских чувств к ней не испытывала. Ну, может быть, потому что они уже разошлись. Есть некоторые фотографии, где они вместе. Но вот Гала, как мать своей дочери, это просто не мать. Я считаю, что о Гале вообще нельзя говорить как о жене или как о матери. Это настоящее воплощение женственности. И то, что она была плохая мать, в общем-то, как и Цветаева, скажем, тоже великая одиозная фигура нашей литературы и мировой истории в целом, она была тоже плохой матерью. Но, в частности, если говорить о Гале, то ее жизнь как раз-таки является подтверждением того, что рождение ребенка – это не проявление женственности. Влюбленные договорились писать друг другу и сделать все, чтобы как можно скорее встретиться снова. Гала с первого взгляда понимает, достоин ли мужчина ее внимания. В Улюаре она безошибочно определит талант большого поэта и выйдет за него замуж. Гала уверена, именно Поль – тот великий человек, который подарит ей всемирную славу. Гала вдохновляла своих избранников на создание шедевров, но взамен она требовала полного подчинения. Если мужчина нарушал это условие, Гала немедленно расставалась с ним. Когда Первая мировая закончилась и Поль вернулся в Париж, Гала уже встречала его там. Поль сразу познакомил невесту с родителями. Но сама Гала вовсе не собиралась торопиться со свадьбой. Она еще не забыла предательство Смержицкого и больше не хотела рисковать. Ее избранник должен добиться настоящего успеха, а только потом можно думать о законном браке. Если бы у нее не было той силы характера, которая была, думаю, что и у Галы бы не получилось сделать этих гениев. Иногда поведение Галы ставило Поля в тупик. Ему казалось, что любимая издевается над ним специально. Как потом говорила Гала, что ее супруг Поля Люар подтолкнул ее в объятия Дали. В некотором роде я считаю, что это, скорее всего, так должно было случиться истечение обстоятельств в некотором роде. Но не будь Гала-галой, не будь Дали-Дали, то дальнейшего развития этой истории не получило бы. А то, что они встретились и увидели друг друга, признак того, что эта встреча должна была состояться. Однажды вечером Элюар сидел в кафе. Вдруг двери заведения распахнулись, и в зал вошла шикарная женщина, в которой поэт даже не сразу узнал свою невесту. Так она была хороша сегодня. К изумлению, Поля Галу сопровождал Андре Бретон, знаменитый литературный критик. Элюар растерялся. Он не знал, как себя вести в такой ситуации. Гала не могла не заметить в маленьком кафе жениха. Но будто специально стараясь заставить Поля ревновать, она откровенно кокетничала со своим спутником. Наконец, девушка, как будто невзначай, обратила внимание на красного от злости Элюара. Поэт собирался потребовать от невесты объяснений, но Гала не выглядела растерянной и не собиралась оправдываться. В этом и есть потрясающее искусство, я считаю, потому что мужчины творческих профессий, они ведь требуют постоянного вдохновения. И это ли не искусство так грамотно вдохновлять? Усилия Галы вскоре увенчались успехом. Первый сборник стихов Элюара вышел с предисловием Бретона, который утверждал, что Поль – самый многообещающий поэт Франции. Очень скоро Элюар стал новой литературной звездой Парижа. Теперь Гала могла назначить дату свадьбы, ведь их бракосочетание должно было стать главным событием парижского светского сезона. Праздничный банкет проходил в одном из самых роскошных ресторанов Монмартра. Весенним вечером 1917 года начинающий художник по имени Сальвадор гулял по Парижу. Он приехал сюда с дядей, но сбежал, чтобы пройтись по Монмартру, району, в котором проводили время парижские художники и прожигатели жизни. Мечтая однажды стать похожим на них, Дали разглядывал прохожих. У входа в один из ресторанов он увидел высокую женщину в белом свадебном платье. Силуэт незнакомки показался ему божественно прекрасным. Молодой человек решил, что должен во что бы то ни стало уговорить красавицу позировать для его картины. Он бросился ко входу в ресторан, но дама зашла внутрь. Пройти Сальвадору помешал Митродотель, который сообщил, что сегодня в ресторан пускали только приглашенных на свадьбу гостей. Юноше оставалось только спросить имя невесты и узнать, что прекрасную незнакомку зовут Гала. На следующий день Сальвадор вернулся в Испанию. Дома он попытался зарисовать облик увиденной им красавицы, но смог вспомнить только ее силуэт. Пропуская именно историю Гала и Дали, именно насыщаясь, насыщаясь в первую очередь всеми моментами судьбы, судьбы сложной, очень непростой судьбы женщины, русской женщины. Я не смог просто так это оставить и отобразил это некоторые картины Дали, это некоторая компиляция, я смог отобразить ее на своем плече, но, естественно, не самостоятельно. Очень долгое время занял поиск мастера, способного сделать татуировку с возможностью отображения такого цвета. Потому что Дали, он был уникален с точки зрения художника, художника, способного отобразить цвета, именно переходы цветов. Собственно говоря, показать будет ее достаточно неудобно. Все-таки я попробую, попытаюсь это сделать. Там изображены, соответственно, картина девушка у окна. Есть образ, очень важный образ отображенной Дали. Это золотая копна волос Гала, покрывающая солнце. Как раз-таки одна из его великих картин отображает фигуру Гала вместе с этой бесподобной копной волос. Гала была уверена, что после свадьбы Элюар немедленно примется за создание следующего поэтического сборника. Однако молодой человек не торопился за письменный стол. Поль все ночи проводил на Монмартре среди новых друзей. Однажды он признался жене, что не может больше писать. Вы знаете, ну, наверное, это все-таки немножечко преувеличение, хотя всегда судьба поэта и те переживания, которые у него есть в жизни, они очень сильно влияют на его искусство. И в самом деле, но это не только по отношению к Полю Элюара, известно, что очень многих и писателей, и художников сделали, создали, и создали вот великими поэтами, писателями, художниками какие-то страдания, какие-то переживания, драмы, трагедии, которые выпали им в жизни. И действительно, может быть, если бы он познакомился и связал себя узами брака или узами любви с какой-то более спокойной, более простой женщиной, то его поэзия была бы какой-то иной. Успех нового сборника Элюара оправдал ожидания Галы. Весь тираж его новой книги был раскуплен за несколько недель, а ведущий французский журнал объявил Поля королем поэтов. Церемония вручения этой престижной премии проходила в клубе «Селект» в самом модном парижском заведении того времени. Гала решила, что в этот день ее сон наконец станет реальностью. На церемонии Гала не могла сдержать волнение. Она смотрела на своего мужа, который вот-вот получит награду. Женщина была уверена, что через несколько мгновений Поль позовет ее на сцену и поблагодарит за все, что она для него сделала. В конце своей речи поэт заявил, что всем прекрасным в своей жизни обязан одной женщине. Гала уже приготовилась шагнуть на сцену, как вдруг не поверила своим ушам. Элюар говорил вовсе не о ней, а о своей матери. Гала была в ярости, ее мечта снова ускользнула из рук. Гала совсем близко подойдет к воплощению своей мечты. Но Поль Элюар, на которого она сделала ставку, совершит самую большую ошибку в своей жизни. Он не сможет удержать возле себя музу. Елена Дьяконова всегда стремилась к известности и славе. Ее любовники знали, что она может разжечь вдохновение в любом и превратить своего избранника в гения. Но мужчины не догадывались, что расставаясь с человеком, Елена забирает и его талант. Слова Галы были недалеки от истины. Лишенной поддержки своей музы, Элюар почувствовал абсолютный упадок сил. Каждый вечер он проводил долгие часы за рабочим столом, но лист бумаги перед ним оставался абсолютно чист. Я считаю, что как настоящая русская женщина, любая, вне зависимости от того, где она оказалась, а Гала оказалась в Европе, она привыкла делать все хорошо и качественно от начала и до конца. То есть я считаю, что она была потрясающей женой, хотя если бы она этого не хотела, мне кажется, она не совершила в жизни ни одного поступка, который внутренне не желала бы. Так как она желала сделать поле Эльвадора Дали, тем, кем он стал. Это внутренняя потребность, если хотите, это роль, которую она прекрасно сыграла. Гала не теряла времени и приступила к поискам человека, который мог бы стать новым спутником ее жизни. Целые дни она проводила в парижских художественных салонах, надеясь увидеть там работы какого-нибудь молодого гения. Однажды Гала решила зайти в знаменитый салон в Типалас. Ее внимание привлек небольшой пейзаж. Картина была так проста и прекрасна одновременно, что Гала захотела разыскать ее автора, но не могла найти на холсте имени художника. Вдруг за своей спиной женщина услышала вкратчивый голос. «Вам нравится эта работа, мадам?» вопрос задал незнакомый юноша. «А вы знакомы с автором? Я готова на все, чтобы встретиться с ним», заявила Гала. Молодой человек достал из кармана пальто карандаш и написал поверх пейзажа свое имя Макс Эрнст. «Эту картину нарисовал я», произнес он. Гала подумала, что не зря зашла в Пти-Палас. Возможно, судьба свела ее с человеком, который сможет заменить Элюара. На самом деле Эрнст не имел никакого отношения к понравившемуся Гале рисунку. Несколькими днями раньше эта картина была прислана в Париж студентам Мадридской Академии. Молодой художник так рабел, отправляя работу на выставку, что предпочел скрыть свое имя. Тем же вечером Эрнст рассказал новой знакомой, что приехал в Париж из Германии. Здесь он надеялся стать знаменитым художником и Гала уверила, что сможет помочь ему. Но Макс не сказал ни слова о том, что решился на обман, чтобы обратить на себя ее внимание. Вернувшись в этот вечер домой, Элюар застал жену в собственном кабинете в объятиях незнакомого юноши. Разгневанный он набросился на Эрнста с кулаками. Но Гала потребовала, чтобы муж вспомнил о хороших манерах и, сохраняя полную невозмутимость, представила полю Макса Эрнста. Когда она заявила, что немец отныне будет жить с ними, возмущенный поэт попробовал возразить, но Гала пригрозила, что навсегда уйдет от него. Боясь потерять жену, а вместе с ней и всякую надежду на возвращение своих творческих сил, Элюар согласился на все ее условия. Чтобы помочь Эрнсту, Гала задействовала все свои связи. Элюара она заставляла представлять Макса владельцем лучших парижских галерей. Через несколько недель никому неизвестный немецкий художник получил приглашение устроить персональную выставку в одном из модных салонов. Макс Эрнст работал уже несколько недель, но не приглашал подругу посмотреть на результаты своих трудов. Это показалось Гале подозрительным, и она решила посмотреть, что происходит в мастерской. Здесь ее ожидал очень неприятный сюрприз. начатая картина на мольберте вовсе не была похожа на ту, которая так понравилась Гале. Она поняла, что все это время Эрнст врал. Он не мог быть автором того прекрасного пейзажа, который она отыскала в запасниках салона. Возмущенная Гала швырнула в картину банку с краской. Макс даже не пытался помешать. Он еще никогда не видел свою подругу в такой ярости. Вдруг Галу осенило. Не обращая внимания на Эрнста, она принялась обливать красками холсты и мольберты. Я считаю, что если говорить о Гале как о явлении, то она не имеет пола, безусловно. И скорее всего нельзя ее охарактеризовать с точки зрения того, какой женщиной она была. Она была явлением. И все те разговоры, которые обозначали Галу как женщину, коварную соблазнительницу, либо фигуру, воспитавшую гения, они как бы беспочвены в некоторой степени, потому потому что таких явлений, я считаю, в нашей истории очень мало. Гала это для меня лично женщина, которая совершенно уникальна. В нашей истории возможно таких фигур, не то, что десятки, их, наверное, единицы. После расставания с Максом Эрнстом Гала направила все силы на то, чтобы найти автора картины из Пти-Палас. Совсем отчаявшись разыскать его, она разместила в газете объявление. Кроме описания картины, там был указан адрес заведения, в котором Гала каждый день обедала, и просьба к людям, знакомым с художником, попросить его прийти в этот ресторан и найти там мадам Элюар. Когда Дали в очередной раз приехал в Париж, ему на глаза попалась газета с объявлением. И художник решил отправиться навстречу с таинственной дамой. Ему было 25 лет, ей 35. Это разница очень ощутима. Ну, и, кстати, сказать, это хорошо известно, про это много писалось, и во всяких скандальных хрониках, там, 70-е, 80-е годы, что у нее были юные любовники, на которых она тратила какие-то безумные деньги, ну, и вообще даже пишут о том, что она была очень такая неутолимая дама в области занятия любовью, в отличие от Сальвадора Дали, который все-таки основную свою энергию отдавал искусству. с большим трудом он нашел ресторан, но заведение выглядело очень дорогим, и обед там был явно не по карману бедному студенту. Дали не смог бы заказать здесь даже чашку кофе. Сальвадора интересовала женщина, которая дала объявление, но унижаться Дали не привык. Он развернулся и отправился прочь от ресторана. Гала и сегодня не дождалась своего гения. Наконец, объявление Галы привлекло внимание еще одного человека, преподавателя живописи, у которого учился автор картины. Он написал мадам Элюар письмо, в котором любезно сообщил, что интересующего ее художника зовут Сальвадор Дали, и он проживает в Каталонии. Имя показалось Гале знакомым. Так звали одного из приятелей ее мужа. Гала понимает, что поль становится бесполезен. Элюар не тот человек, который поможет ей добиться цели. И она бросит мужа при первой же возможности. Судьба совсем близко подводит ее к человеку, который сумеет подарить ей всемирную славу. Гала вдохновляла своих избранников на создание шедевров. Но взамен она требовала полного подчинения. Если мужчина нарушал это условие, Гала немедленно расставалась с ним. Оказавшись в доме Дали, Гала не смогла преодолеть любопытство и отправилась в его мастерскую. Больше получаса она провела, рассматривая эскизы и законченные работы молодого мастера. В мастерской внимание мадам Элюар привлек портрет, надпись на котором гласила «Иди ко мне, Галатея». Подбежав к зеркалу, Гала попыталась принять ту же позу, что и женщина на картине. Она даже не заметила, как в комнату вошел Дали. Возмущенный наглостью гостей, которая без разрешения рылась в его вещах, Сальвадор решил напугать ее. Гала продолжала смотреть в зеркало, когда увидела в отражении рядом с собой намазанное черной краской лицо человека. Дали ожидал всего. Испуга, паники или может быть гнева. Но Гала спокойно и уверенно сказала «Ты будешь рисовать меня всю свою жизнь». Все творчество самого Дали пронизано буквально от мелочей, заканчивая крупными естественными изображениями тела Галы. Но опять-таки тело было неидеальным. Она была непривлекательной женщиной внешне, но в ней существовал космос. Космос, который ее направил именно к нему. Потому что в жизни любого мужчины, творческого мужчины, мужчины, который занимается любыми видами искусств, существует понятие музы. Но муза Гала дала ему нечто большее. Она дала ему опору, опору, за счет которой он смог взлететь, раскрыться, стать именно настоящей звездой своего времени. В тот вечер Гала не вышла из мастерской Сальвадора. Уже поздно вечером взбешенный поэт вызвал такси, уехал в гостиницу и решил дождаться супругу в ресторане отеля. Но Гала так и не пришла ночевать. Элюар вернулся в дом Дали и увидел, что Гала позирует художнику. Поэт потребовал, чтобы жена немедленно отправилась с ним в отель. Но женщина молча вышла из мастерской. Когда мужчины остались одни, Элюар достал из кармана чековую книжку. Подойдя к Дали, он протянул ему чек на 10 тысяч франков, невиданное для бедного живописца в деньги. Элюар был готов заплатить Дали любую сумму, лишь бы тот отказался от Галы. Когда Сальвадор взял чек, Поль облегченно вздохнул. Для меня Гала в первую очередь это мать, которая смогла из ребенка Дали воспитать величайшего гения, гения можно сказать, что 20 века настолько глубокого, настолько поразительного, что на данный момент, я боюсь, что еще несколько веков у нас не будем обладать такими людьми. У нас не будет возможности наслаждаться и ценить искусство отображения, искусство передачи. Однако художник нарисовал на чеке сердце и вложил его в раскрытую ладонь поэта. Вот не единственная цена, за которую вы сможете вернуть себе эту женщину, заявил он и попросил Элюара немедленно покинуть его дом. Расставание с Галой стало концом творческого триумфа Элюара. Хотя он продолжал писать стихи, ни один из сборников, созданных после развода, не получил былого признания ни у критиков, ни у читателей. До конца своей жизни Поль писал бывшей жене нежные письма, но ни на одной из них не получил ответа. Далий был первый, кто стал одновременно не только художником, но и актером, и режиссером, человеком поведения, жесты, поступки, внешность, высказывания которого стали таким же произведением искусства, как и его картины, рисунки, скульптуры. Он тут был первым, и в этом отношении его жизнь и Гала Дали, как часть этой жизни, это действительно уникальное явление. Уйдя от обеспеченного и знаменитого Элюара к бедному и никому неизвестному испанцу, Гала поставила на карту все. И хотя прирожденное чутье подсказывало ей, что Дали достоин того, чтобы сделать на него ставку, первые годы жизни с Сальвадором были очень тяжелыми. Галу иногда называют и для Сальвадора Дали не только добрые музы, но и злой музы, которая, допустим, это уже в более поздние годы, способствовала того, что его искусство коммерциализируется. Увлекшись тем, что Сальвадор Дали может зарабатывать большие деньги и занимаясь его практическими делами, она уже действительно так или иначе влияла на то, что ему делать, делать ли, скажем, уникальную картину или тиражную графику. И как быть с этой тиражной графикой. Например, всем известны скандалы, которые были уже у старика Сальвадора Дали, когда он подписывал чистые листы в колоссальном количестве, просто десятками тысяч, для того, чтобы потом на них могли печатать его гравюры. Долгие месяцы Гала проявляла терпение и не вмешивалась в работу Дали. Но, наконец, не выдержала. Она совершенно серьезно заявила, что не выпустит Сальвадора из мастерской, пока он не придумает что-то новое, достойное ее. Художника испугала холодная уверенность, прозвучавшая в голосе его возлюбленной. Дали знал, что слова Галы не расходились с делом. Муза нужна любому творческому человеку. Вопрос в другом. Кто в чем ее находит? Для Дали таковой музой являлась Гала. К сожалению, если мы обратимся к ранним работам Дали, то мы увидим в них элементы портретной, художественной, соответственно, художественного стиля рисования, элементы живописи. Но ни в коем разе мы не получим того отображения реальности, которого он смог добиться при присутствии Гала. Дали позвал Галу только через три дня. Он выглядел усталым и бледным. Зато по всей мастерской были развешаны эскизы картин, одного взгляда, на которые Гале оказалось достаточно, чтобы понять, это гений, его имя навсегда войдет в историю. Сальвадор Дали прибегает к так называемому двойному образу, когда мы видим лицо, а одновременно оно является и частью пейзажа. Скажем, ее глазные впадины это такие вот арки, но тоже в каком-то архитектурном сооружении, помещенном в пейзажи. Ну, это вот очень интересная такая игра, когда художник создает образы перевертыши, одновременно можно видеть и женское лицо, и какое-то архитектурное сооружение. Вот это один из приемов, который по Дали позволяет достичь сверхреальности, то есть в реальности видеть еще двойное, тройное или даже более того изображение одновременно. Следующие несколько недель пролетели как во сне. Дали работал, Гала ему приносила еду прямо в мастерскую и смотрела, как на ее глазах рождается живопись, подобной которой не видел свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин